Восемь многодетных семей Белгородской области, которые воспитывают 10 и более детей, уже получили новогодние подарки. Ключи от автомобилей «Газель» им лично вручил руководитель фонда «Поколение», депутат Государственной Думы Андрей Скоч. В этот же день он посетил и село Песчанку Староскольского округа. Здесь был открыт новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный при поддержке фонда. Подробнее обо всем Екатерина Равинских. Программа фонда «Поколение» по обеспечению автотранспорта многодетных семей стартовала в 2007 году. За это время новые автомобили в Белгородской области получили более 1100 семей. Я очень рад, что могу сегодня выполнить такую приятную и благородную миссию. Я знаю, что для многодетной семьи это очень важно. Ну, в частности, потому что у меня самого тоже 10 детей. Вчера, кстати, четверняшка моим исполнилась по 22 года. У четыре новых старшей дочери 25 лет, а младшей 2 года. Всего у них 7 девочек и 5 мальчиков. В их первый семейный автомобиль, ВАЗ-2105, когда-то также подаренный фондом «Поколение», вся семья уже не помещается. А вот «Газель» сейчас как раз по размеру, с улыбкой уверяют родители. Двенадцать детей у нас. И всегда, мам, ну что, одни едут, другие нет. Ну, когда будет, что мы вместе сядем и поедем. Говорю, наконец-то мы дождались. Теперь все в лес. Так, ну а здесь не верится, да. Не верится и руководителям двух школ. Шебекинской спортивной и общеобразовательной из Валуйского посёлка Яблонова. Теперь их учащиеся будут допираться на занятия и спортивные соревнования в комфортабельных микроавтобусах. Всего же за время работы фонда «Поколение» учебным заведениям области было вручено более двух сотен автомобилей. Два новых автомобиля с сегодняшнего дня в распоряжении и первой Старооскольской горбольницы. Это позволит нам сократить сроки ожидания нашими пациентами медицинской помощи. Мы сможем расширить комплексное обслуживание маломобильных наших пациентов. Это инвалидов, людей пожилого возраста. И это не первая помощь фонда «Поколение» медучреждениям региона. Реанимобили – оборудование для перинатальных центров и детских больниц. А также строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов в селах области. Современный медпункт в родном селе, да еще и в пятиминутной доступности. Раньше мама двоих детей Оксана Аушева об этом только мечтала. Сегодня же с дочкой Сони специально пришла на церемонию открытия нового ФАПа. Раньше ходили в старый. Уже он не подлежит. Нет ничего там. А вот сейчас, когда поставили новый, очень приятно там находиться и уютно, и оказывают помощь. Рады очень, что он у нас появился. Этот фельдшерско-акушерский пункт не только большой, уютный и красивый, но еще и полностью укомплектованный. Снять кардиограмму, проверить сахар в крови. Теперь для этого не нужно ездить в город. Да и не во всех городских поликлиниках есть такое оснащение. Это новый стол детский, пеленальный, с обогревом. Раньше о таком только мечтали. Просто был столик пеленальный, без обогрева. Этот ФАП на счету фонда поколения уже 23-й. А значит, более 20 тысяч жителей белгородских сел теперь могут получать помощь в современных медицинских условиях. Я понимаю, что очень важны они для жителей села, поскольку, как я уже говорил, шаговая доступность медицины. Это самое главное. Если человек почувствовал себя плохо, он уже не думает о том, что ему нужно сесть на автобус, доехать до города, а буквально пешком прийти и показаться к врачу. Вот это основная цель наша. Она сегодня достигнута. Екатерина Равинских, Сергей Кириченко. Новости Мира Белогорья.